Уже известная не только в Севастополе, но и далеко за пределами Крыма Большая Бескозырка в очередной раз стартовала в городе Герои. Турнир, как всегда, посвящен Дню Военно-Морского Флота России. Именно по причине причастности к празднику это соревнование всячески притесняли украинские власти. И все же Бескозырка сохранилась, более того, продолжает развиваться. На корты Нахимовского училища едут участники из Москвы, Сочи, Тольятти и других городов. Большая Бескозырка – это турнир со своей историей. Нынешний его розыгрыш стал уже одиннадцатым. Все они прошли здесь, на кортах Нахимовского училища в Севастополе. После воссоединения города Героя с Россией соревнование получило новый импульс. Например, сейчас в нем выступает более сорока пар спортсменов. И это не только севастопольцы, но и представители других городов России. Подавляющее большинство из них – ветераны и любители. Начинается год, как правило, турниром «Ракетка Байконура» на Байконуре в апреле месяце. Затем следует Большая Бескозырка перед Днем Флота здесь, в Севастополе. В конце сентября будет уже в пятнадцатый раз, это самый старший турнир. Большая абхазская шляпа, которая проходит в Гагре на кортах принца Альденбургского. И, наконец, в этом году, еще в октябре, теннисный ковчег. Это четвертый турнир, который проходит в Ереване и Степанакерте. Борьба проходит одновременно на восьми кортах. Конечно, здесь не увидишь ярких моментов, продолжительных серий и эйсов. Но все же у соревнования, которые участники в шутку называют турниром большого шлема, среди любителей есть своя изюминка. Это желание и страсть теннисистов-аматоров. Многие из них приезжают в Севастополь уже много лет подряд. Это, прежде всего, встреча с друзьями, с городом Севастополь, с самим Крымом, крымчанами, людьми Крыма. Это очень интересно было. И такая позитивная, вот она от года в год шла, такая атмосфера позитивная, очень интересная. Я с удовольствием участвую в этом турнире. Гордость организаторов – состав участников. В нынешнем розыгрыше выступает несколько героев Советского Союза. Это летчики-космонавты Виктор Савиных и Александр Лавейкин, Муса Монаров. И Александр Иванченков – легендарные имена, которые, благодаря любви к спорту, по-прежнему активны. И проделывают большие расстояния, чтобы снова выйти на корт. В 1987 году, 6 февраля, командир моего экипажа Юрий Романенко и я в качестве бортинженера стартовали на корабле «Союз ТМ-2» на станцию «Мир». И в течение полугода мы работали на борту, выполняли научные эксперименты, сделали три выхода в открытый космос, приняли экспедицию посещения. Испытали новый космический корабль «Союз ТМ». Большая бескозырка – это, в общем, потрясающее, конечно, событие в жизни каждого, кто играет в теннис уже на протяжении многих-многих лет. И я с удовольствием присутствую сегодня на этом турнире. Мне кажется, что это здорово. И очень благодарен тем, кто это организовал и тем, кто нас тут принимает. Спасибо. Также по традиции игры «Большой бескозырки» проходят исключительно в парном разряде. Этот турнир известен благодаря установленной традиции благотворительности. Например, в этом году организаторы помогли отремонтировать спортивное сооружение Нахимовского училища в Севастополе. Победители соревнований определятся уже завтра, а затем все участники также по давно установившемуся обычаю станут почетными гостями парада в честь праздника военно-морского флота России. Продолжение следует...